сегодня я расскажу вам о своих покупках покупки были интересны по крайней мере для меня я надеюсь вам тоже будет интересно поэтому приступим приобрела я лосьон для лица матирующий антибактериальный эффект не сушит кожу против жирного блеска в общем это у нас лосьон от 100 рецептов красоты мне он нравится я в прошлом году им пользовалась активно причем пользовалась баночки наверно три или четыре я точно использовала за прошлое лето вот уже перехожу на такие вот более матирующие средства еще в апрельских покупках я вам показывала вот такой вот дезодорант без запаха который идет горенье neo это новинка их не уже в принципе не новинка но все же называется свежесть чистоты в общем запах немножко такой свежие знаете как будто свежевыстиранные вещи вот что-то типа такого неплохой их нужно комбинировать неважно горенье не вея там чистая линия я не знаю какие-то там еще марки нужно просто их комбинировать к примеру иметь несколько марок которые вы будете комбинировать чтобы не было привыкания защита у него хуже чем у предыдущего который я брала и запах держится недолго и еще из ухода я брала как бы не уход а для уходовых средств я брала вот такие вот баночки чтобы брать с собой в поездку как бы маленький миллилитраж какого-либо крема я не знаю там масло для волос к примеру там крема под глаза чтобы не тащить все вот эти вот всякие вот такие вот большие баночки я взяла миниатюрки для того чтобы сюда переливать это все я думал вы в курсе в принципе и покупку я эту совершала в магазине простор извините что шелестит обратите внимание там сейчас очень большие акции конечно на вот это вот закончились акции но там присутствуют вот эти вот продукты баночки пустые по стандартной их не цене по моему одна баночка что-то 14 гривен ну 13 с копейками стоит поэтому для меня это было дороговасто и вот как-то я недавно зашла смотрю там каждая баночка стоила по моему по 6 гривен с копейками почему бы не взять хотя я не планировал ну вы меня понимаете так как обычно я взяла две вот такие вот баночки с дозатором для дневного и ночного крема само качество баночек стандартная обычная на каждой баночке стоит вот такая заглушка при перевозке вы ставите заглушку чтобы у вас ничего не нажималось еще я приобрела вот такую вот баночку это у нас обычная баночка с распылителем для чего я ее брала для того чтобы сюда налить масло для кончиков волос и еще я приобрела вот такие вот баночки для крема под глаза их комплекте идет две штучки как раз для дневного крема под глаза и масло которое я использую на ночь под глаза как раз подойдет в комплекте идет лопатка которым можно пользоваться в принципе для любого крема в общем также для крема под глаза в общем набирать его не пальцами а лопаткой это типа гигиенично да еще там же в просторе я обнаружила такие вот браслеты которые похожи на шамбалу неплохо сделано но я смотрю что здесь время от времени будут наверное выпадать камешки но я приобрела эту вещицу за 25 гривен и мне не жалко этих денег я какое-то время все равно буду носить этот браслет поэтому это же сейчас его одену мне нравится его сочетать золотыми сережками с золотой какой-нибудь цепочкой обычной будет смотреться довольно таки неплохо я думаю и давайте перейдем к средствам для ногтей у меня здесь вот куча такая покажу наверное первое вот это вот средство от макси бутылочка конечно другая уже это средство было с таким распылителем средство это у нас мгновенная сушка на масляной основе в общем я не знаю какое здесь масло сразу скажу не берите сушку от макси никогда потому что это средство очень высушила мне кутикулу не то чтобы я там как-то с ней потом страдала нет просто на тот момент когда распыляешь вот это средство она очень сильно высушивает кутикулу потом нужно в течение двух дней где-то смазывать эту кутикулу маслом не всегда я могу есть у меня время смазывать кутикулу маслом но она выглядит высушенной и требует увлажнения но так как я не всегда это могу сделать мне приходилось ходить с с сухой кутикулой причем она была сухая настолько что даже вот потрескалась вот кожа ну не то чтобы она потрескалась она выглядела просто настолько сухой как пустыня сахара и не знаю там очень ужасное средство никогда больше не возьму и этим бутыльком я не знаю буду пользоваться дальше или нет так что под вопросом он у меня обычный стандартный от флормар белый лак в 310 оттенки потом взяла от макси тоже такой не знаю голубоватый такой пастельный оттенок у меня 004 оттенок я вылаживала в группе вконтакте фотографию как выглядит этот лак но там он на фотографии в три слоя еще я приобрела вот такой вот color intense какая-то фирма какое-то название не знаю 099 оттенки от такого оранжевый тоже пастельный оттенок без блесточек без ничего в два слоя хорошо выглядит и держится даже без верхнего покрытия довольно таки неплохо дня три по моему два где-то так вот еще решила попробовать от мальва лаки это у меня shine touch в общем оттенок 109 красиво смотрится на ногтях не каким-то вот коричневым именно вот телесным оттенком но немножко темноватым таким мне очень нравится я довольна держится он без покрытия тоже дня два-три при этом я мыла тоже посуду все делала убирала там и в общем все дела по дому делала так что в принципе неплохие лайки и с лаками мы закончили перейдем к косметическим продуктам я приобрела от эту аль опять же некоторые продукты взяла я вот такой вот это в принципе румяна насколько я знаю в ноль первом оттенке они я взяла рефию опять же в принципе не вижу смысла брать красивые упаковки рефию удобно и меньше места занимает в косметичке это такое коричневый оттенок он немножко конечно с рыжиной но не знаю на лице у меня сейчас он нанесен мне он нравится на вечер конечно его использовать очень даже хорошо днем конечно я не использую его в крайних случаях если конечно пасмурно на улице тогда я могу воспользоваться это так совсем чуть-чуть наносится хорошо без шиммера хотя здесь присутствует такой немножко с 1 что ли но это было верхнее такое покрытие сейчас это верхнее покрытие стерлась и дальше уже матовое покрытие матовые румяна бронсер от эту аль очень мне нравится еще от эту аль я взяла опять же помадку которую я брала раньше она такая немножко у меня телесно-оранжевая и это такая уже поярче я хотела вообще нюдовую взять но там не было тестера и я как-то взяла уже весь магазин обошла вы к твою вернулась и положила назад взяла розовую это такой вот розовый розовый оттенок который мне очень нравится он темный и у меня как раз на лето нет такой вот обычной розовой помады поэтому я ее в принципе и взяла очень красивый оттенок цена носятся хорошо держится как и все обычные помады в общем у них часто акции бывают вот эту помадку я приобрела за 6 гривен 6 копейками в общем 7 гривен но и грубо говоря очень хорошая акции были я пожалела что не взяла еще но основной поход мой был за вот этого помады которая выглядит как от мебели помады знаю точно в общем дизайн именно похож это у нас липстик колор криш написано и оттенок у меня париж в общем сто четвертый это такая вроде бы розовая такая спокойная помада но она мне напоминает пыльный розовый такой оттенок мне он очень понравился я сначала когда попробовала первый раз я почему-то подумала что как-то не знаю не идет нет свет и когда в магазине выбирала тоже боялась что будет делать мои губы мертвецкими но нет этот оттенок вот вы можете посмотреть очень такой вот не знаю и в то же время выразительный в то же время он такой вот пыльная роза пыльный розовый оттенок какой-то припыленный немножко не знаю мне нравится кстати она сейчас у меня на губах такая вот спокойная и в то же время как бы есть на губках такой вот оттенок немножко мне очень очень понравилось другие оттенки мне никакие там не нравятся больше но вот этот я не знаю он для меня просто божественный закончится еще раз приобрету обязательно еще часто в просторе бывают всякие марки новые появляются и вот одна из таких марок называется габрине мне также понравились пудры из этой фирмы и есть такие шиммерные сатиновые пудры которые похожи как на хайлайтер бронзер такой с блеском в общем такие продукты я конечно не люблю но вот была одна пудра очень такая светлого оттенка похожа на хайлайтер в принципе я хотела ее приобрести сейчас кстати подорожала у них это фирма габрине она стоила там на тот момент 30 до 30 гривен сейчас я заходила она стоит по моему что-то 50 что-то такое в общем подорожала неизвестно почему я не могу сказать что это супер пупер фирма такая потому что вот эту пудру хайлайтер которую я тестировала на руке она как хайлайтер такой вот деликатный нежный хайлайт дает лицу но быстро стирается в общем качество не очень можно сказать но вот приглянулся мне блеск я бы даже сказала блеск помада потому что он довольно таки и неплохо пигментирован и здесь 13 миллилитров и открывается и здесь у нас такая вот как бы не кисть а спонжик такой запах очень приятный ягодный и сводь конечно это что-то это просто что-то с чем-то да он на немножко сходит с губ по истечению времени но пигмент остается и что мне больше всего нравится что если этот пигмент просто вытереть то он то больше пигмента не будет получится он не въедается конкретно ваши губы это мне очень нравится вот такой вот глянцевый в принципе оттенок а он не остается все время глянцевым глянец этот сходит губы потом с течением времени становятся матовые но мне очень нравится такой вот ядреный цвет и еще я приобрела уже не в просторе потому что у них нет таких блесков я приобрела в обычном магазине блеск от фэшн глосс риуи я слышала очень хорошие отзывы про эти блески что они очень многим нравятся они очень хорошо наносятся увлажняют губы при этом одни плюсы я слышала я приобрела десятый оттенок называется он соблазн боли обычный тюбик закрывается неплохо упаковка также повторюсь неплохая но блеск он очень светлый такой я бы даже сказала бесцветный он не выбеливает губы ничего он ложится бесцветным блеском на губах придавая немножко такую розовинку что ли не знаю даже как это сказать вот его сводч сами можете заметить что он такой полуполупрозрачный даже не полупрозрачного прозрачный есть но в нем немножко такой вот есть оттеночек розовый я довольна это действительно как бальзам для губ какой-то вначале конечно такой липко-липковатый совсем чуть но потом куда-то липкость уходит остается блеск на на губах он также держится довольно таки долго если конечно не есть не пить ничего такого в общем бюджетные блески тоже стоит он 26 или 28 гривен здесь написано кстати что это блеск для губ с зеркальным эффектом ну в принципе да какой-то зеркальный эффект и есть и он смотрится неплохо такой блеск на каждый день выйти в магазин пробежаться на почту просто нанес блеск этот и не заморачиваешься вот и все что я вам хотела показать и рассказать я покупками принципе довольна поэтому желаю вам тоже удачных покупок удачного дня всем до новых встреч и пока пока